Привет всем зрителям YouTube! Если бы вы спросили меня, Лиза, чего ты хочешь, то я не задумываюсь бы ответила, что сумку. У меня их в моей коллекции уже 100-500, но мой предел насыщения никак не может быть достигнут, потому что я постоянно хочу чего-то нового и подходящего под любую ситуацию в моей жизни. И как раз совсем недавно мне пришла моя долгожданная посылка, которая как раз держала мою новую ручную кладь, и сегодня я как раз расскажу о ней и покажу, что находится внутри. Поэтому, если вам интересно, то я приглашаю вас присоединиться к просмотру. Списчики моей публичной странички уже видели эту очень красивую большую громадину. Она вот такая вот мятная, с золотистым орнаментом, но прежде чем произвести полный разбор полетов по ней, я покажу ее наполнение. Первое, самое тяжелое, что есть в моей сумке, это мой нетбук. Он у меня от марки Acer, служит мне верой и правдой уже долгое время, и я отношусь к той категории людей, которая скоро, видимо, разучится писать, но зато умеет хорошо и быстро печатать. Также я помимо того, что ношу его в сумке, таскаю везде по дому, поскольку на нем очень удобно зайти в интернет, ну или даже просто посмотреть фильмы. В доме дождей всегда в мою сумку проникает вот такой вот маленький зонтик от марки H&D. Он также у меня уже долгое время, служит мне верой и правдой, поскольку ни одна его спица, ни его верхнее покрытие до сих пор не вышли из строя. Также, конечно, он очень маленький, подходит идеально для одного человека. Да, у него очень простой ручной механизм, но при этом он мне очень нравится своей компактностью, легкостью и при этом лучше с ним, чем без него. Я лучше все-таки сохраню, наверное, свою прическу, чем буду сохранять лишнее место в моей сумке. Конечно же, всегда со мной документы. Это паспорт, потому что в наш век без наличных расчетов без него никуда. И есть и те, что сопровождают мою студенческую жизнь. Храню их вот в таком вот контейнере. Он водонепроницаемый, и я точно не буду беспокоиться о том, что как-то у меня испортится. Но свою сумку я не могу приставить без этой вещи. И это кошелек. Он у меня тоже довольно компактный, но при этом внутри у него довольно много отделений, чтобы я могла разделить деньги по номиналу. Также есть хорошее отделение под мелочь, и есть отсеки под карточки. Но здесь я храню только те карточки, которые мне нужны в повседневной жизни. И это косметические магазины. И также я себе вещь взяла в привычку кидать вот такие вот тестеры новых духов, которые я, к примеру, постоянно пробую в магазинах. Кидаю вот так вот в свой кошелек, и таким образом я его приятно ароматизирую. И также могу определиться по течению какого-то времени, нравится ли мне аромат. И, как вы понимаете, это очень хорошо экономит наши деньги, и при этом помогает принять правильные решения. Так как карточек у меня не так много в кошельке, то, как вы понимаете, есть еще какая-то вещь, которая их помогает организовать. Помимо сумки я себе на Авиэкспрессе заказала и вот такую вот очень веселую визитницу. Она вот такая вот зелено-желтая. Из, конечно, псевдолаковой кожи, но при этом очень хорошего качества. Вот здесь довольно много отделений отсеков под карточки, и у меня они даже есть пустые. Но также мне нравится эта визитница тем, что здесь есть две заклепки, и когда она будет заполнена полностью, я не буду беспокоиться о том, что она вдруг не закроется. Поэтому вот эту визитницу я точно могу вам посоветовать, поскольку из нее очень легко достаются карточки, и также быстро и легко вы можете найти нужную, если знаете, где искать. В этой сумке я также храню и вот такие вот футлярчики. Ну, девушкам уж точно не надо объяснять, что внутри них, но помимо основного содержимого здесь, я также почитаю содержать мои медикаменты, потому что бывают разные ситуации, когда нужна экстренная помощь, и у меня всегда есть с собой необходимый SOS вариант. Небольшая составляющая моей сумки это косметичка. Она от журнала Allure, досталась мне в новогоднем выпуске. Очень, с одной стороны, вместительная, но при этом также компактная. Но помимо косметических штучек я здесь храню также и свои канцелярские принадлежности, такие как ручки, карандаши. Ну, к сожалению, как бы мне не хотелось, писать иногда все-таки приходится. К косметическим составляющим, во-первых, я отношу в своей косметичке расчески. Я ношу такие вот гребни, отсутствующие зубчики в них. Это какая-то моя маленькая мистика, потому что в любой расчесок такого плана у меня они куда-то деваются. Конечно же, в любой моей косметичке я всегда храню зеркальце. Сейчас у меня вот такое вот тоже очень худенькое от Эфраше, прекрасное зеркало и не занимающее много места. Также я отношусь к той категории людей, которые постоянно борются с швыцем сухости. И первое, где я устраняю, это, конечно же, наши ручки. В этом мне помогает крем от марки L'Occitane. Он у меня запахом пиона, и он просто прекрасен. И также, если у вас руки не очень критично высушены, то этот крем очень хорошо может их увлажнить. Тем более, такой маленький объем, грех не взять с собой. Место, где я устраняю сухость, это, конечно же, губы. И в этом мне помогает бальзам Carmex, и только Carmex. Но помимо него, на свои губы я также могу наносить и какие-то блески. В зависимости от того, какой макияж сегодня на мне. Еще также в моей косметичке есть вот такой вот маленький флакон. Как я называю его? Разлевуха. Это духи, у меня это эскада. Честно, я не знаю, какой это аромат, но как-то так получилось, что случайно забрела, вспомнила детство. И вот сейчас вот такой вот мелкий ароматизатор есть у меня в моей косметичке, ну и в целом даже в моей сумке. Но помимо этого, есть у меня в обязательном порядке с собой килочка, потому что красота наших ногтей, это красота наших рук. Но за наши ноготки я также сейчас борюсь при помощи вот такого пробника от марки The Body Shop. Вообще здесь находится масло на тело запаха маринги, но как-то раз я попробовала его нанести на кутикулу. И как классно увлажнило, и как классно я теперь борюсь с моей вечной проблемой за усеницами. В общем, девчонки, если вдруг вам досталось вот такой вот малыш, то я вам посоветую. Лучше используйте его в качестве ношения для сумки, когда вам в экстренном порядке нужно будет увлажнить вашу кутикулу. В таком плане работает просто отлично. Я точно знаю, что когда закончится, я сюда, наверное, добавлю какое-то простое даже масло шеи, и будет оно меня прекрасно выручать в таком экстренном случае. Итак, сумку я опустошила, пора рассказать о ней самой. Конечно, самое большое внимание в этой сумке привлекает ее внешний вид. Этот вот золотистый орнамент на мятном фоне так цепляет глаз. Я столько получила комплиментов и расспросов Лизы, где ты ее взяла. Как оказалось, все это просто на китайском сайте. Также в поддержку золотому орнаменту есть, конечно, декоративные элементы, но я понимаю, что со временем, конечно, они превратятся в бронзу, в худшем случае это будет похоже на ржавчину. У этой сумки очень удобные ручки, поскольку для моего роста метр семьдесят очень удобно носить ее как на плече, так и в руке. Закрывается она на молнию, и также есть вот такой вот еще декоративный элемент. Но он абсолютно декоративный и никак не спасет вашу сумку от злого. С обратной стороны есть маленький кармашек. Я здесь храню свой студенческий, и больше, наверное, мне туда ничего не удастся положить. Внутри этой сумки, конечно, есть стандартные вот такие вот отделения под телефон, под какую-то мелочевку, и с обратной стороны есть три кармашка, два из которых на молнии, и между ними есть вот такое вот отделение. Но, помимо прочего, здесь есть еще вот такой вот сейчас входящий популярность карман под мелочь, либо, например, под ключи. Как раз я храню их здесь, и я очень простила себе жизнь с тем, что я теперь не ищу в такой большой сумке такую вещь, необходимую, как ключи. У этой сумки очень хорошая подкладка, и, наверное, она наслуживает больших похвал. И в целом стоимость этой сумки абсолютно перекрывается ее качеством. Я бы даже за нее отдала, наверное, больше, чем она в итоге стоила. Какие недостатки все-таки я у нее смела выявить? Во-первых, нужно сказать о донышке. Здесь нет никаких ножек, и оно может так вот прогибаться, если вы полностью набьете эту сумку до отказа. Но, когда вы ее оставите, то это все легко компенсируется. Также за время эксплуатации у меня здесь полезли сбоку какие-то мелкие ниточки. Специально не стала их обрезать, хотя это можно сделать без особого труда. При большом объеме этой сумки, при ее довольно большой широте, мне не хватает высоты, поскольку я использовала ее и изначально задумывала для учебы. А как вы понимаете, здесь мы должны носить огромное количество документов формата А4. И как раз он сюда входит довольно проблематично. И приходится поломать голову, как бы так его положить, чтобы не повредить. Но, помимо того содержания, что показала я вам сегодня, я также в нее умудряюсь, к примеру, положить бутылку воды, либо, например, питьевую активную, и как раз задолкать еще кучу документов в журнал. Ручки этот объем спокойно и легко выдерживают. Главное, чтобы вы также его выдержали. Надо сказать о доставке. Конечно, она получилась довольно долгая. Я эту сумку ждала практически 3 месяца. Заказывала я ее в конце февраля, и пришла она мне лишь только в мае. Но это была моя проблема, так как сначала я попала на их китайский Новый год, потом был коллапс на почте России, там потом был пожар. Но в итоге я дождалась, и как задумывала я ее к лету, так она мне и пришла. Мне пришло извещение с почты. Я очень испугалась по надписи, что маленький пакет. Я подумала, что она будет вот так вот свернута, и мне придется ждать кучу времени, пока она примет свою форму. Сейчас покажу вам, что подразумевалось под малым пакетом. Это был вот такой вот пакет, и как вы понимаете, сумка абсолютно никак не была свернута. Причем внутри у нее лежала еще вот такая вот вещь и вот такая вот подкладка. То есть за то долгое время, что ко мне шла эта сумка, она абсолютно никак не повредилась, и нигде не могу сказать, что есть какие-то огрехи, которые могут быть связаны как раз с ее доставкой. Поэтому внизу для вас я, конечно, оставлю ссылочку там, где я заказала ее. Также оставлю ссылку на визитницу, потому что эти обе вещи я бы точно могла вам порекомендовать, поскольку они очень красивые, они привлекают к себе взгляд. И если вы любите такого формата, то вам тоже должно очень понравиться. Такое у меня сегодня было быстроговорящее, сумбурное видео. Давно, наверное, уже не снимала что-то в таком формате, но надеюсь, что оно было интересно и полезно вам, и вы так же, как я, любите заглянуть в какие-то чужие хранилища. Жду, как обычно, от вас внизу комментарии, вопросов, давайте общаться на любые тематики. Каждому из вас я говорю спасибо за просмотр. Вот сегодня, пока я снимала свое видео, у меня сменилась погода просто разительно. Сначала шел дождь, было пасмурно, долго не могла снять. Сейчас у меня вообще засветило солнышко, и поэтому я так же желаю вам, чтобы непогода обходила ваш дом стороной, и чтобы у вас все было хорошо, и ваш день был очень удачный. Скоро мы с вами еще увидимся в ваших главных глазках. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok